Всем привет, друзья! Мы начинаем работу над японским грузовиком Type 94. Если вы еще не видели обзор на эту модель, то рекомендую ознакомиться. Ссылочка будет в описании под видео. Сборку же модели я хочу провести в новом формате. Собирать мы ее будем на стримах, а после эфиров я буду дозаписывать отрывки к этому ролику. Также, возможно, вне эфира я буду делать некоторые операции. Покраска модели выйдет отдельным роликом и, скорее всего, не в прямом эфире. Кстати, что касается цвета модели, я думаю, вы уже догадались, что это будет не армейский грузовик. Я хочу исполнить эту модель гражданской версии. И на этот счет у меня пока две мысли. Либо сделать темно-зелеными кабину и кузов, крылья и раму черными, либо же весь автомобиль покрасить синим цветом. Очень похожую модель синего цвета я встречал вот на этих кадрах из фильма. Так что я склоняюсь все же к этому образу. Мне он кажется наиболее близким. Но это пока мои предварительные соображения. Может быть, к концу стройки что-то изменится. Давайте посмотрим, что мы сможем собрать на стриме и чем будем заниматься в этом ролике. Предполагаю в эфире собрать крупные узлы. Такие как задняя тележка, капот модели, передняя подвеска, далее задняя часть рамы, детали кабины и детали тента. Но это все предварительные мысли. Посмотрим, как будет проходить сборка, обработка деталей и что я буду успевать за отдельно взятый эфир. И сейчас давайте посмотрим, что у меня получилось после первого стрима. Как выяснилось, настроен я был весьма оптимистично. Первый стрим практически полностью был посвящен обработке деталей. Как оказалось, на многих деталях присутствуют стыки от половинок пресс-форм. На некоторых они довольно заметные и с этим пришлось что-то делать. Например, вот таким вот образом привели в порядок раму. Здесь также я обнаружил несколько утяжин и зашпаклевал их. Еще предстоит эту шпаклевку обработать. Пластику модели оказался довольно твердым и здесь меня очень выручили вот такие вот надфили. Действительно, с их помощью обрабатывать модель оказалось гораздо легче, чем шкурками. На раме осталось обработать шпаклевку и можно собирать заднюю часть. Следующая деталь, которую подготовили, это крылья. Здесь также было довольно много шпаклевки. Некоторые следы от толкателей я уже обработал, точнее зашпаклевал, я обработал нанесенную шпаклевку. Вот таким вот образом это выглядит после завершения работ, но на этой стороне шпаклевка еще не обработана. Конечно, все это делать не обязательно. Отчасти снизу модель закроется рамой, с другой стороны и редко когда рассматриваешь модель снизу, но все же я решил обработать и зачистить все эти нюансы. Вот еще ряд деталей кабины, на них также нанесена шпаклевка. Это боковая часть с картой двери, далее задняя часть, нижняя, здесь уже шпаклевка обработана и рамка ветрового стекла. Здесь также были несколько следов от толкателей. Шпаклевку использую вот такую вот от Ревел. Понравилось с ней работать, усадки практически не дает, легко шкурится, легко срезается, если еще не окончательно высохла, ну а также сохнет достаточно быстро. Сравнить я могу только со шпаклевкой от Валеха и хочу сказать, что эти две шпаклевки абсолютно разные. Если Ревел на нитро основе и легко сошкуривается, то Валеха наоборот, даже когда хорошо высохнет, сохраняет свою пластичность и легко режется ножом. Так что эти шпаклевки я использую просто для разных задач, но в данном случае использую только Ревел. Что касается кабины, далее я планирую собрать ее вот таким вот образом. Приблизительно вот так вот это будет выглядеть с этой стороны. Поставлю вторую боковинку и в таком вот виде я смогу кабину покрасить. Приборную панель пока ставить не буду. Сидение также будет приклеено после покраски. То есть вот такой вот у меня получится первый модуль модели. После зачистки шпаклевки я это соберу и в следующем отрывке покажу, что у меня получилось. Вернемся к крыльям. На них достаточно плотно устанавливаются боковинки капота. вот таким вот образом и здесь возникает один нюанс. Далее к ним приклеивается решетка радиатора. Вот все бы ничего, но здесь нужно установить еще фары. Фары устанавливаются единым целым вместе со своей распоркой, со своим креплением и после того, как они установлены, вставить сюда решетку уже не представляется возможным. Мне во-первых не хочется прилагать усилия и изгибать детали, а во-вторых не хочется царапать покрашенные детали. То есть я предполагаю, что буду устанавливать решетку уже после покраски. Поэтому сделаем следующим образом боковинки капота вместе с верхней частью я вот так вот склею и сниму эту п-образную конструкцию. Кратить ее также буду отдельно. Отдельно покрашу крылья вместе с фарами и с этой перемычкой. И естественно отдельно в хром будет выкрашен радиатор. После всех этих покрасочных работ я уже соберу переднюю часть в единое целое. Я думаю для моей гражданской версии это будет самый правильный ход. Для армейского грузовика такие заширения не понадобятся, поскольку все детали выкрашиваются в один цвет. Еще здесь есть одна деталь. На переднюю часть приклеивается звезда. Звезда это символ императорской армии. В моем случае модель гражданская, поэтому перемычка будет без каких-либо эмблем. Далее подготовил детали тента. Здесь также необходимо обработать шпаклевку. И в дальнейшем я планирую собрать тент на основе нижней части кабины, то есть опираясь на нижнюю часть кабины. Я склею заднюю часть, боковинки и крышу тента. После окрашу эту деталь отдельно. Стык в задней части довольно заметный. Посмотрим конечно как будет после склеивания, но мне кажется стоит эту щель как-то заделать. И еще что касается стыков, колеса в этой модели меня порадовали. Я их собрал, собрал без клея, поскольку детали очень плотно вошли одна в одну. Сейчас вот даже сложно заметить, что здесь находится какой-то стык. Вполне можно принять его за рисунок на покрышке. Так что я никак не буду обрабатывать колеса со внутренней стороны. Оставлю все как есть. Во-первых, стык не такой уж и заметный. Во-вторых, это сторона внутренняя. И обработка, я думаю, только все усугубит. Еще вот интересный нюанс. Здесь на первый взгляд на колесах нет протектора. Но на самом деле он здесь сымитирован довольно хитрым образом. Посмотрите, по центру мы видим такой вот небольшой бордюр. На самом деле на настоящей покрышке здесь должны быть две продольные канавки. Но вот с помощью вот этого бордюра производитель эти канавки пытается сымитировать. То есть вот если вот так вот посмотреть под углом, то создается впечатление, будто бы протектор действительно существует. И если правильно покрасить и обработать это колесо смывкой, то я думаю эффект будет достигнут. Так что посмотрим, как это будет в итоге смотреться. Но за находчивость японцам лайк. Далее сиденье. Здесь все просто. Детали соединяются между собой. И в таком вот виде эта часть будет покрашена. Ну а что касается оставшейся части кабины, скорее всего приборная панель. Вот этот вот элемент, который находится между рамкой лобового стекла и капотом и рамкой лобового стекла, я думаю, я все это дело соединю воедино. Возможно потом эту конструкцию я приклею на нижнюю часть кабины после того, как прокрашу салон. И после уже буду красить снаружи. Ну тут уж посмотрим, как будет модель собираться, возможно что-то переиграется. И еще не сказал, вполне уже можно на боковинке приклеить накладки, имитирующие двери. Для чего эта конструкция сделана таким образом сказать сложно. Возможно для лучшей имитации расшивки. Но как бы там ни было, мне ничего не мешает сейчас собрать эти детали. После обработки шпаклевки также можно будет установить и мелкие детали на боковинке. То есть крепление дух тента и крепления запасного колеса. Итак, друзья, вот такие вот предварительные подсборки у меня получились после первичного ознакомления с моделью. Сейчас же я продолжаю обрабатывать детали, обрабатывать нанесенную шпаклевку и оставшиеся стыки от половинок пресс-форм. Поначалу модель казалось очень простой, буквально на 1-2 вечера, но вышло так, что обработка именно этих половинок отстыков пресс-форм и заделка и последующая обработка следов оттолкателей занимают довольно много времени. И вот сейчас второй стрим мы будем начинать именно с обработки элементов. Но как бы там ни было, это необходимые задачи, которые нужно проделать, прежде чем двигаться дальше. И я думаю, скоро мы уже начнем все-таки собирать какие-то конструкции. Ну и в конце этого вступительного видео давайте поговорим о цветах для грузовика. В качестве основного цвета я выбрал вот такой вот темно-синий от Tamiya XF8. В этот цвет будут выкрашены кузов, кабина и крылья. С дисками колес я еще не определился в какой цвет их красить. Возможно это будет также синий, возможно черный или же какой-то отдельный цвет. Если у вас есть мысли на этот счет, то обязательно напишите в комментарии. Далее цвет Tento у меня скорее всего будет темно-серый. Вот такая вот краска German Grey XF63. Но возможно подберу и какой-то брезентовый цвет. Такой краски у меня нет, но что-нибудь выберем. И что самое интересное, для Tento наконец-то пригодится вот эта вот загадочная баночка Flat Base X21. Мы ее обсуждали в недавнем обзоре по ссылке. И как выяснилось, это матирующая добавка. С ее помощью можно превратить глянцевую краску в матовую. Ну а если эту добавку добавить в матовую краску, то краска приобретет такую некую фактурность и шероховатость. То есть это отличный способ для имитации всевозможных тканей. Вот как раз инструкция нам об этом и говорит. Базовый цвет тента по инструкции Middle Stone предлагают соединить с Flat Base. Кстати, то что здесь указано Middle Stone у Tamii дается под кодом XF59. И у Tamii эта краска называется Desert Yellow, пустынный желтый. Возможно это ошибка инструкции, ну а возможно это ближайший оттенок Tamii к тому цвету, который задумал производитель. И вот еще один интересный цвет увидел в инструкции. Цвет утиного яйца. У Tamii это XF21 и у них он называется Sky. Но цвет этот далек от цвета неба. И как видите, он вот такой бледно-грязно-зеленый. Интересный оттенок. Им нам предлагают выкрасить картер двигателя. Возможно я так и поступлю. Довольно интересное предложение выкрасить двигатель в такой цвет. И почему бы не попробовать. Вот такие вот пока соображения насчет цветов. Комплект, как видите, далеко не полный. Так что будем пополнять палитру и будем еще думать, какие цвета красить некоторые детали. Но предварительная картина примерно такая. На этом же вступительный ролик по сборке грузовика я заканчиваю. На канале продолжаются стримы, посвященные этой модели. И как только наберется достаточное количество материалов из подобных отчетов, то выйдет следующая оффлайн-серия. Ну а сейчас самое время поставить лайк, если ролик вам понравился. И подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч.